Долфинс Долфинс Алексей, не могу не отказать себе в удовольствии Не могу отказать, Алексей Прошу, прошу Мясную, как со стороны Каманча Пирожок А со стороны Долфинс Лазанья У нас кулинарное завершение дня И опять же, вот ты, Юрий Кто любишь больше? Лазанья или пирожки? Я пирожки умею готовить хорошо Лазанья умею готовить никак И поэтому, наверное, больше люблю лазань А я, наоборот, готовил, ну, как бы в паре лазанью пару раз в своей жизни, поэтому принцип примерно знаю, но там есть свои нюансы, очень тяжело ее готовить, особенно соус для лазаньи, но я люблю безумно лазаньи, абсолютно точно, это одно из самых моих любимых блюд вообще в жизни, потому что так вкусно, вкусно лазаньи, это просто богоподобно, Юрий, это лучше, чем любая паста, любые макароны, любые мясные блюда, это просто потрясающе, лазаньи это еда богов, это еда чемпиона. Пока мы не пришли к драфту, короткий вопрос, лазаньи или шашлык? Лазаньи. Ножом в сердце, Алексей, ножом в сердце. Итак, друзья, баны уже у нас вовсю происходят, и Тристана, Кассиопея и Сканер не попадут в драфт команды Dolphins, ну, а командов измает сама Галлио, Далию и Кейтлин. Слушай, ну вот, командчи опять не берут Сиона. Ни одного, а нет, один байн Райза был сегодня в матче предыдущем от команды Рейнерной Академии, вот. Ну ладно, не будем Райзу восхвалять тут. Ну я не понимаю, почему не берут его, на самом деле, в первой игре не брали, не брали его во второй игре, вернее, в первой игре его забанили уже под конец, скажем так. Как говорил один из моих любимых медийных личностей Владимир Владимирович Познер, что если, ну, проводя аналогию, что если мы говорим так про Райза, но его команда не банит и не пикает, даже сам хор ангелов может воспевать молебны к Райзу, но все равно его пикать чаще не станут. Я попытаюсь, на самом деле, Юрий более его восхвалять, потому что очень хотелось бы его видеть, но пока это Зак и Браун для Долфенс и Зак для Лазаньи. И напрашивать тоже какая-нибудь Жанна для Дизи или какой-нибудь Грага для Кортеза, например, как вариант Дизенгейджа и Ответа. Но Шая вариант тоже неплохой, потому что нажимая на перьевую бурю, ты дожишь инициацию от Зака и помогаешь своей команде тебе помочь, тебя спасти. Алексей, самое главное, помогать кому-то, помочь мне, и на этом интеракция становится просто, вот знаешь, как корнями друг друга врасти, буквально. Как знаешь, как бы мне, когда я писал диплом в школе, в университете, моя научная рекомендация говорила мне следующую фразу, когда я уже должен давать его завтра, а у меня ничего нет. Она писала мне в эмейле следующие фразы, Алексей, помогите себе сами. Я в себе помог сам, защитил диплом на 5, вот и да, я справился. Вопрос в том, справится ли пирожок. Диплом защиты на 5 за одни сутки, 8-980, как там дальше? Не за одни, не за трое, что ли, за 5 суток, то есть там 3 дня примерно было, но опять же, неважно. Алексей, так это твои агенты постоянно расклеивают? Нет, нет, у меня агентов, Юрий, ни в дипломном бизнесе, ни тем более в слоуку, нет. У тебя есть агенты, зато в небе летающие, вот, как бы, их зовут Грачи. И эти агенты, они очень-очень юркие. И одни агенты едят других, получается. Ну, они в мире, у них как бы, я понимаю, о чем ты говоришь, у них как бы есть конкуренция, но они именно максимально, пока у них такой нейтралитет мирный. Возвращаясь к драфту от дипломов и агентов. Рейкан банит, чтобы Шайе не достался он в пару. Удивительно, что, Алексей, не забирают Сиона тогда, когда забирают вот... Вот это. Да, забирают Зака, внезапно Зака. То, что мы видим у команды Каманча пока, это очень-очень сильный драфт. И вот на сегодня именно вот Сиджуани, Сион и Шайе такая, знаешь, такой... Вернее, Сиджуани и Сион, это парадигма успешного драфта. Сион пока у нас выиграл все свои матчи сегодня, он главная фигура в любом драфте, именно от него все строится, поэтому Сион именно обычно, скажем так, играет максимально надежно. Этот чокот в ответ на Сиона, и уже напрашивается лейтгеймовая такая медленная такая заруба у команд, потому что очень много уже скейлинга, танков, попыток выйти на большие айтемы, на дорогие айтемы, и Райс появляется, наконец-то, наконец-то, мои молебные, хвалебные песни были услышаны, и I am John, по мнению многих, лучший медленер Лиги Претендентов в этом сезоне. Например, так считает Эко, говоря, что I am John сильнее в QSS, чем басой бомж. Если Эко, то тогда вариантов просто никаких не остается. Ну, например, считываю, что Эко один из тех, кто сияет неплохо в ЛЦЛе, и думаю, что его менее имеет вес. Особенно для меня, например. Мне было интересно, кого он считает лучшим медленером в ЛЦЛе, он назвал, в ЛП, он назвал пирожку именно I am John. Самый лучший саппорт – это именно Дизи, ведь именно его ты слушаешь. Небольшие такие, как бы, отсылочки. Достаточно большие. Небольшие, но конкретные. Отслыша у нас. Но я думаю, что лучший саппорт, тут есть конкуренция более близкая, но Дизи один из тех, кто в шорт-листе, скажем так, на эту номинацию. Азир для Виктора Пачкунова у нас берется, для Петра Покера. И тут уже не могу сказать, что кто-то мне нравится больше Пайндрафта. У обеих команд есть свои ауты и свои пути. Я думаю, что более метовый вариант именно у Каманчи однозначно, кроме Трэша, опять же. Думаю, что Трэш – это очень непонятный мне лично вариант, потому что кого ловить, чтобы убивать его в Долфинс, кроме Джинкс, это вопрос. А Джинкс будет максимально дожить любые инициации от Дизи. И на линии, наверное, есть шанс разыгрывать. Но почему не подумать над, например, тем же Алистаром? Слушай, но если представить, что мы в Голливуде, то можно подумать о том, что когда влетает Зак, можно сбивать ему прыжок, а потом ловить его. Я понял, о чем ты говоришь. Есть такая теория. Да, конечно. Потому что Зак без прыжка, естественно, он будет долго жить. Но когда Зак не смог дать оглушение своего прыжка, а потом его еще и поймали, то тогда уже Зак не такой опасный пик получается. Потому что после ловли у него уже не та ульта, которая сможет просто начать прыгать и уменьшать контроль по себе. В отличие от Жанны, Юрий, мы понимаем, Трэш куда более тяжелый в исполнении и сбивании ульт прыжка Заку чемпионка. То есть Флей, у него более сильная анимация, необходимо ее подгадать, затаймить правильно. А в тимфайте, где тебе нужно еще давать Флей, возможно, например, по топеру, по Чоготу, допустим, возможно, по Азиру или по Брауму, ты начинаешь думать, как бы тебе правильно его использовать. И в этом плане, опять же, в моем понимании, немножко собрав очень сильную композицию в целом, Каманчи капельку намудрили немножко. Потому что Трэш, Дизи, Трэш-плеер, насколько я помню, по прошлым играм в Глафе, например, и до этого. Однако Трэш сейчас занимает его чемпиона, чемпион очень нишевый. Его берут, например, его право на любого в Барда, только в Барда и никак иначе. Его право вроде бы Эдвард в матче с командой из нишевого, скажем так, тира таблицы. Там тоже было все очень стомпово. И в целом мы его видим очень редко на прос-сцене. И его исполнение — это очень большая загадка для меня и большой интерес, потому что, как Дизи его покажет нам, это очень-очень важный аспект игры именно у Каманчи. У команды Лазаньи, у него чемпион, самая главная с инициацией, это очень главное. Для Лазаньи комфортно играть так, где он своими действиями может дать своей команде право и решение врываться, скажем так. Как бы, ребята вперед, как бы за дельфинов. Возможность, скорее. Да, возможность. Потому что играть, например, на Грейсе, на Индалии, на таких чемпионов, которые требуют больше механики и большей такой, скажем так, гибкости у него не получалось в плане его истории карьеры. Но посмотрим на последний экран сегодня. Каманчи и Долфинс. Начинается она совсем скоро, и мы уже в ущелье призывателя. Какой красивый скин у Питера Покера, Алексея. Это именно тот самый чемпионский, по-моему, СК. А нет, этот скин новый. Это скин из, собственно, в честь китайского Нового года. Одного из прошлых, вроде бы, не изменяет память. Вот, вместе с Ривен и... Какой скин на Варвика? Например, да, но это предыдущее было поколение. Предыдущее было. В этом поколении скинов с Варвиком, там только Насус. Тоже обновленный такой. А в самом старом был как раз Кагмао? Да. Кагмао, там Боку Джинкс, там была вот эти вот Корки, тоже чемпионы, которые такие были все с фейерверками. С траконами? Да. Красно-желтые. К своему стыду, я не совсем знаю всю эту историю с Азией и сейчас с Китаем и драконами, но предполагаю, что это что-то очень важно. Ну, драконы, безусловно, конечно. Потому что фестивали, на которых... И у меня брат еще в год дракона родился, я так поэтому чуть-чуть там подгуглив информацию по этому поводу. На пару рублей, да, чтобы быть в курсе. Белорусского. Это неплохие деньги, между прочим, сейчас в Беларуси. Раньше это вообще было, не знаю, что это какая-то была крупица копейки, там, не знаю, нельзя было вообще ничего купить, даже подумать о том, чтобы купить. Это полрубля, полрубля в Беларуси, это была даже не одна копейка. Это было там четверть копейки. Да. Да, теперь это очень неплохие деньги, там полностью все поменялось, но... Чупа-чупс можно купить. Иногда даже два. Мне кажется, больше. Мне кажется, больше. Это рублей 50 русских. Полрубля? Да. Там типа, да. Нет, там наоборот. Там два рубля, это доллар. Окей. А не доллар. Нет, доллар это было бы два рубля. Ты что, Алексей? Это больше, чем фунт стерлинга. Это самая высокооплачиваемая валюта была бы. Возможно. Возможно. Ну, фунт до сих пор сейчас самая топовая. Пока у нас не так активно идет игра. Прямо здесь я ограничу наш небольшой такой инсайт. Потому что трэш лучше левел 2, а с этого момента уже начинается игра. Такую небольшую такую рубрику канала РБК, нашей трансляции, где мы говорим про валюты и своих соотношений абсолютно экспертной. Разбираясь в вопросе очень досконально, конечно, как мы всем вопросом. В нашей речи. Но пока, опять же, трэш ничего не делает особо активно. У них левел 2 пауэрспайк, он может быть. Он, конечно, не левел 2 пауэрспайк, там, Калисто трэш или там, Шая рейкон. А в это время пропускаем первую кровь по Пауэроф Дримсу. Он погибает от ганг Кортеза. Отдал скачок свой именно Кортез. И Лазая не смог помочь своему топлейнеру. Пауэроф Дримс сам поражал скачок. Это удивительно. Потому что, видимо, он подставился достаточно сильно, если все равно погиб. Джон вынужден прожимать телепорт. Обратно. Дезинтегрирует миньонов он по максимуму. Но все равно телепорт свой нажимает. Сильно упрощил от Питера Покера в начале. Видит он тотем, покупает контрольный. И тут же его ставят вместе с Каплей. И пока Питер Покер чувствует себя достаточно комфортно. У него пушинка, кстати. Это очень примечательно. Очень необычный выбор для Азира. Обычно все берут максимально по численности комету традиционно. Появляются книжки иногда. При необходимости менять заклинания. Например, если ты не хочешь брать Клинс сначала, ты хочешь брать его потом. Но здесь Клинс, конечно, необходим. Потому что Сиджуани, Райз, Трэш и Сион это все имеющие. И Шая, в принципе, тоже имеет. Ну, то Сион менее важен. Ну, скорее Райз и Сиджуани. Сиджуани Райз, да, это самая большая лоза. Ресу пытается выйти от него из качок. У Реса есть качок, он точно выйдет. Кортес, Коттерганг, Сион. Если захочет, он точно выйдет. Успевает прожать щит. Там был момент молчания небольшой. Я подумал, что за него могут убить Зак и Чогат. Но урана пока не очень много у этой комфортно. В Лиданус на деле есть до сих пор. Так что оно может помочь. Двух мобов Ресу забирает. Хорошо. Плотненько, плотненько начинают Камачи свой матч. Опять заходит раз в Лазанье на верхнюю линию. И, кстати, Кортес тоже ушел. Но у Реса в любом случае есть скачок. Вопрос в том, что если Пауэр нажмет молчание, а после этого ворвется Лазанье, Ресу не успевает, но успеет оглушить Пауэр. Воу, притягивает к себе Лазанье еще и Сиона, но этого не хватает, чтобы забрать Сиона, потому что, опять же, глуший скачок, да. Да, Пауэр Роб. Но неужели Лазанье останется еще? Нет, все-таки не остается, потому что, ну, сколько может. Отправляется на своих краков. Он сильно просто просел бы по опыту уже, если бы не стал дальше идти фармить. Потому что уже Си Жуани забирает в райтов. Может потом Големов забрать. А то и на мит выйдет, например. Страбываете, набитываете, ну, там уже много опций. Но стоит очень важный тотем от Питера Покера. Особенно, кстати, учитывая, что Кортес уже был на базе. Вот первая кровь. Нам показывают ее или нет? Нам показывают то, что погиб под вышкой. Пауэр оф дримс. Что довольно-таки удивительно. То есть очень грамотно сыграя на таком низком уровне, Кортес и Ресу дали много урона, потому что, опять же, и Чогат, сам по себе танковый и урона особо не очень много. Обычно у Си Жуани и Сиона на первых уровнях без предметов. Так что, да, это было выдающееся событие. И оно, конечно, сильно вывело вперед именно Кортеса на фоне Лазани. Пока, по крайней мере. Потому что пока Илья Мелькумов не заметен. И его в Ляниной игру очень-очень дискуссионно. Ну, не совсем, Алексей, я с тобой согласен. Он зашел на то. Ну, он выдел скачок, да, он помогает. У него сноубой сильнее этот плейн еще, что тоже важный. Вот опять же, Алексей, ну все, нет, я теперь с тобой полностью не согласен. Я подумал и решил, что я на самом деле с тобой больше не согласен. То, что Пауэр не нажал скачок, когда надо, это не проблема того, что Лазани не зашел, и его влияние маленькое. Когда у тебя не доигрывает тиммейт, а я предполагаю, что Пауэр Дримс не доиграл, очень трудно самому это исправить. Безусловно, необходимость. Трестес может стрелять. Хук. Дизи не спешил с Хуком. У него есть вообще Хук? Хук не понадобился. У него не был Хук. Он до этого кидал его в молоко. Тут есть Кортес. Это еще одно убийство для команды Каманчо. Это первый килл для пирожка. Молоки, витаминные кальции и много всего. Это правда. Это правда. Вопреки тому, что у нас нет места рестарда в этой игре, мы обсуждаем на молоко. Вот. Касаемо Пауэр Дрима. Ты прав, что ожидаем, а когда так ошибается Пауэр Дрим, то необходимо Лазанье уже думать не о том, как помогать своим другим линиям, а спасать от кромешного провала и фиаско своего топера, потому что у него нет скачка, он слабее и ожидаемый, и по нему будет играть дальше Сиджуани. Поэтому его геймплей тоже ограничивается тем, что ошибка была допущена. Но я не могу в том, что скорее Лазанье, ну, наверное, да, он сделал все, что мог. В принципе, тут ты прав. Тут я, наверное, слишком жестоко обхожусь и его критикую, потому что ситуации, где, опять же, необходимо опекать своего топера, провинившегося, тебе засидеть сильнее. В матчапе танк на танк. На третьем уровне. Это проблема, конечно. Знаешь, я помню, когда у меня был ник Follow Your Dreams, следуя своим мечтам, и потом я нашел топер себе в команду, об этом больше. Шикарная игра и Питер Бокер. А, им же остревает. Но уже Дизи заходит впоследствии на гадки. Ульта идет от Сиджуани. Все, он тут как тут уже. О, Лазанье, Лазанье, скорее всего, погибает. Очень шикарная вообще командная игра от команды Каманчи. И трэш пришел. И Сион приехал. И поймали Лазанье. Он мог бы выйти, не будь здесь шикарного скука после этого от Дизи. Хорошая инициация была от Питера Бокера. Но здесь, конечно, Ресу подошел вовремя. И Дизи, получив то самое окно, убив три стеса, смог подойти на среднюю линию и исправить те оплошности, которые Айм Джон, как бы, с одной стороны, совершил, а с другой стороны, возможно, он так и планировал. Вообще, знаешь, по моему опыту, главным винт кондишеном и условием победы, победы именно Долфин. Из-за этого было именно понимание, как шуткоить в лейтгейме у Азани, потому что механических ошибок очень порой много в ранней игре. В этом реплее мы видим, что инициация была неплохая. Но не ожидали банально у Азани и Покер, что будет такой фоллоуап от Каманча. И, опять же, и трэш здесь как тут, как тут, и Сион. Опять же, скачка нет. Сион был особо не нужен, в принципе. Он ничего не сделал. Да, но так, знаешь, если была бы более жесткая инициация дальше поражения драки от еще и Азера, то он помог очень сильно. Да и к тому же мы знаем, что ультимейт Сион дает такой сигнал, ощутимый такой гул, или крик, или вой, или удар в молот, в барабан, вернее, такой, во всех наушниках. Поэтому мы знаем, когда он начинает свой поезд смерти запускать. Но да, опять же, не было скачка у Зака, поэтому это была инициация очень... в один, скажем так, в один... О, Хук идет по колдфилингу. В одну сторону. Да, колдфилинг получает Хук, но опять же, из-за того, что Сион запущено сильно очень в пользу команды Каманча. Ты сильно из-за этого просила, я так скажу. Леша, хотелось бы отметить еще Аймиджона, который сейчас, при нынешнем билде, будет чувствовать себя ультракомфортно, буквально как Хаггис. Сухо и комфортно, максимально. Потому что у нее есть негатрон и есть пул здоровья, которые очень важны как против Лазани, Аймиджон пытается поймать Питера Покера, дает Питер Покер ему солдата в лицо. Сало? Что? Солдат. Солдата своего преданного дает в лицо. Сало никто никому не дает пока. Тут у нас как бы не ресторан. И не рынок даже. Даже не рынок. Хотя, опять же, думаю, что учитывая игру Кортеза, команда Долфинс желает получить Сало в этом матче, потому что этот пора доставляет своей наезднице и очень большие проблемы коллективу Долфинс. Лазани. что есть контрольный татам и выходит здесь Кортез. Итак, и так, и так, и так. Опять же, по фарму ситуация более-менее ровная. не смог дальше сдавить Ресу. Играют по Питеру Покеру. Он погибает буквально за пару мгновений или уходит, выходит. Сион тут, как тут, опять же, не зариставал в этот очень узкий угол. Прилетает еще и Амджон. Очень-очень грамотно вышел здесь Питер Покер. Хотя казалось бы, что он там уже вообще не выходит. Я его очень рано приговорил к смерти, но он смог меня разубедить и выйти. По Ресу играет Пауэр. Здесь он, ну, конечно, он появился, но так скорее для антуража больше, потому что фактически пользы от него никого не было. И Петербургий сам вышел. У него не было ощущения. Он появляется только сейчас. Тристес. Кузима мимо по пирожку. Заходит опять Лазанья. Играет очень Лазанья активно. Несмотря на 0-1-0 свой. Так. Рядом находится Кортес. Ну, давить не должно быть. Потому что Кортес рядом. Давить нельзя. Дизи. Хук по Тристесу. Дизи может сейчас погибнуть. И Кортес рвается вперед. Идет телепорт. Дальше. Умирает Дизи. И здесь игра идет по колдфилингу. Спасает ультимейту своим очень долго Лазанья Дизи. Он его отбросил далеко. Поэтому просто нажимает на скачок колдфилингу. И из-за этого он погиб. И в общем, в целом, драка была инициирована Dolphins. Но она была для них провальна и проиграна. И это уже с бозом может быть теорией. Первая вышка нет. Бека это очень лоу-хпшный пирожок. Без саппорт он не готов уйти дальше. И зачищает свой обзор, вернее с помощью своих инструментов уже кортес в лесу врага. В лесу врага. симфайт был сумбурный. Непоятная была ульта Лазанья. Он только всех как-то разбросил и отодвинул от колдфилинга. Поэтому получилось все далеко не так удачно, как хотелось. У колдфилинга сейчас очень мало ресурсов. У него нет заглянаний призывателю. Есть у прожкаст до сих пор скачок и минус 15. Казалось бы, что Дизи дал хук и должен был сильно встревать, но его добили. Ну вот куда скачок? Куда от колдфилинга? Куда скачок? Прямо за какой-то килл потрешу. О, Пауэр здесь может стрелять. Пауэр о древес его вловит Ботлейн и Айм Джон. У него был скачок, но буквально цепь контроля его не отпустила. Ну, странно, очень сумбурная и вялая игра от Долфинс сегодня. И уверена игра к матче. Красивая была, конечно, комба, но, если честно, не особо полезная и уже усилен у нас Сиона, миньон, миньон, колдун. Миньон дальнего боя. Колдун, колдун баба. Он же колдун, правильно? Ну, с какой-то стороны, да. Колдун, но все равно автоатаку не бьет. Ну, если из палки вылетает какой-то сгусток энергии, Юрий, для меня это все еще магично. Это, скорее всего, сон для меня. Айм Джон, у него есть скачок, он играет по Лазаньи очень неприятно и очень смолено. Лазаньи очень сильно сейчас андерлевелен, потому что, ну, он седьмой, Кортес восьмой, Дизи восьмой, Джон десятый. У Лазаньи нет ни своего леса, ни возможности как-то, как-либо вообще кому-нибудь помочь. лбами сталкивает лбами сталкивает двух големчиков. Кортес Лазаньи и тот падает в четыре маленьких красных сгусточка, у которых нет шансов выжать совершенно. Лазаньи падает, красное усиление достается пирожку, а именно команде Каманча и 3000 золота преимущество. Очень хорошее подспорье для потенциальной победы команды Каманча. Опять же. Я хотел, Юрий, чтобы в этой игре была какая-то равная борьба, но пока это все еще стомб и стомб от Каманча и под Дельфином и все очень печально. Уже усиленная целая цележка. Осадный миньон с большой пушкой посередине. Еще забирает Кортес Герольда Бездны и по всем фронтам, по всем объектам треск как бы у Долфинс и только один Портрим пытается выйти. Тут Сион уже отправляется в бой прямо... О, как хорошо! Жаль, Фула Пушене такого нет, но было эффектно. Не хватает ему рона, но да, это было эффектно. Это было очень-очень сильно. Мышки начинают падать. 5300 золотых уже преимущество у Каманча. Ты знаешь, я начну опять же свою позицию оправдывать и на свои вопросы отвечать сам. Трэш от Дизи, он был знаком вопроса. Но первые же драки, где участвует Дизи, они на него очень четко ответили. Прекрасные хуки, прекрасный контроль, защищающий шаю, прекрасные роумы вовремя на помощь своим тиммейтам, означает, что трэш был выбором осознанным и выбором очень правильным. По крайней мере, пока на 15 минут первых. И в дальнейшем, я думаю, что его уровень влияния на игру не уменьшится, и еще больше от него будет контроль, хуков и высыпления оппонентов. Джон начинает QV, QE, Q, а я бы начинал именно QE изначально. Насколько я знаю, там есть разные вариации. Самое главное это давать как бы Q в промежутке, чтобы она откатывалась, успела откатываться. Потому что Q уменьшает Q-down, W и E. Вроде бы, да? Остальные заклинания не уменьшают Q-down Q. Поэтому давай, например, QV, Q. Ну, насколько я не знаю память, в плане механики Райза, я пытался его изучить. Не очень, конечно, успешно, потому что чемпион слишком силен. Для меня слишком сложен, скажем так. Но, возможно, я ошибаюсь. Ты у нас мидлайнер, поэтому я тебе и спрашиваю. А, ты Алексей, по-моему, джанглер. Я вообще, я платин. Там не важно. Я тоже? Я платин один. А ты? Ну, у тебя это временная такая стадия жизнь, а у меня это стиль жизни. У нас другой Лавстар. Плаценно — это мой район, Юрий, понимаешь? Плаценно — это моё гетто. Забирается дракон уже водный для команды морской, вернее, для команды Каманчи. Всё у них комфортно. Ешка и Вшка обновляют Q, поэтому можно спокойно давать сначала Q, а потом убить их затлинание по очереди и спамить, конечно, своим основным выстрелом за Райза. Ну да, да, примерно так. Итак, пока Лазанья проигрывает по уровню H, вообще он камбэк, ну, кстати, то самое механика уравнивания экспириенса, вот, очень приятная, она помогает, вопреки тому, что Лес понерфли немножечко на линии 7-21. Алексей, если я не ошибаюсь, Q перестал откатывать другие заклинания примерно год назад, может быть, если не больше. возможно. Но сейчас Е и В откатывают кулдаун абсолютно точно. Спасибо большое, обсервер. Да, наоборот, то есть W и E откатывают кулдаун разрешивший не то, что у нас спор, а вот такой лёгкий, да, диспутер. Но я перепутал, да, то есть именно наоборот Q и W, E и W откатывают кью, а не наоборот. Итак, Ресу, Ресу, Ресу пушит очень сильно, у него уже есть и постов Меркурия, и для Чого-то он неуязвим во многом, потому что, ну, как он его будет бить? Без таков, без убийств, без драконов и без вообще... Появилось. P500, тем временем команды сохраняют преимущество. Морского дракона они себе забрали. Знаешь, вот, в мете того, что Си Жуани всегда будет собирать вармок, пока патч 84 абсолютно точно, там нет вариантов, патч 85 скорее всего всё равно тоже. Скорее всего, скорее всего. Потому что Си Жуани всегда будет стремиться иметь больше 3000 здоровья. И этот маленький нерв того, что теперь вармок активируется не после 2750, а с 3000, да, он всё-таки для Си Жуани это будет просто нерв того, что у неё вряд ли будет 3000 после двух предметов, но она всё равно их доберёт третьим. Допустим, допустим, он может максимум начинать покупать не вармок вторым, а правильное слово, а потом вармок, например, допустим, как вариант. И это уже переваливает через необходимую отметку начала исцеления, начала всех этих бонусов вармога. Коварная засада от команды Каманча. Не засада, а засада. Так, и тотем. Всевеща, альтернатива просвечивает засаду, и они отступают, понимая, что нас раскрыли. Да, вот разница в предметах Сиона, к примеру, и Чоку-то, она какая-то колоссальная, потому что там Айгес, а там уже баннер с другой стороны. Я думаю, что что-то ещё есть в запасе у Реса в плане золота. Возможно, там рублей 500, вот 600, поэтому он опять же ведёт, ну вот, а нет, кстати, я не прав. Он на 500 ведёт именно по золоту суммарному, но у него нет ничего в запасе, поэтому именно маска и наличие баннера, конечно, это оправдывает. Ну тут полтора кана мидере, полтора кана адешники преимущества. Да, это самое важное, самое ключевое, потому что уже есть у Аймджона и маска пустоты, и обет Серафима, поэтому, конечно, он дыг неприбиваемый, но и сам очень даже болезненный молодой человек в плане урона. общался и играл с Круки, это менеджер команды Рокс, который, когда ему сказал о том, что Войт Став почти всегда выгоднее, чем маска, он сделал глаза по 5 рублей, как бы не очень согласился с этим, потому что, видимо, игроки предпочитают другой выбор предметов, а именно вот через маску, в частности, о чём мы с тобой говорили, про Ази игра. и делает, собственно, Ази. Да, да. Ази почти все берут маску, там была одна, по-моему, игра, где купил кто-то на Ази, вернее, сперва сферу забвения, которая собирается с Морелономикон, потом купил себе маску полностью, или наоборот, он купил сперва маленькую маску, потом купил себе Морелономикон. Простут, ну, сфера забвения совершенно, ни к силу, ни города, потому что после Меркурия, после Меркурия у 2х3-х персонажей ещё и маска простоты, такой композиции, как у Каманчи сейчас, от Дэшника. Потому что впереди и Сижуани, впереди и Райс, это тоже танк, кстати, потому что здесь три мага у Долфинс. И Райс, я так скажу, сейчас будет танковать чуть-чуть, если только хуже, чем другие танки. Лазанья успевает выпрыгнуть к своим големам. Тут у него всё неплохо, пока, по крайней мере. Опять же, игра замедлилась, это на руку во многом и Каманчим, тоже у них Лэггем не хуже, чем у Долфинс. У них есть много обзора, не понимаю, что им можно спокойно ждать армора у своего лесника и начинают потом делать просто нашу армору. Потому что один на один у них не слабее. По уровню опережает оппонента. Ольта по Лазанне нажимается тут же на скачок. Хук мимо, хук мимо. Просто Меркурия дала себе знать сейчас у Лазанне собранное. Обмен заклинаниями неплохой. Рес попытается дефить свою вышку Т1 и пока у него это получается, но его команда продолжает запушивать две линии остальные и какие-то попытки кого-нибудь поймать, форсировать. Ну, слушай, телега подойдет. Ее можно будет бафнуть на рейсу. Да, куда он уже откатился. Вопрос, что собирает себе дальше Айм Джон. Видимо, я так понимаю, посох бездны сидя по желтой палочке. Явно не Морелло, правильно? Явно. Вот, поэтому вариантов уже не так много. Ну, это может быть Морелло. Раз, два, три, четыре, пять. Пять тотемов контроля. Контроля. Юрий вот, есть от команды Каланча. Это самое приятное глазу, что может быть вообще в Лиге Легенд. Когда Адекерри купил себе тотем контроля и поставил его в нужное место. Это инициация тут же под команды Долфинс. И играют по 3 Стесу. Тот пытается уйти. У нее это получается, но лишь с помощью скачка. У Лазаньи, кстати, скачка нет, поэтому агрессивно так влетать будет достаточно трудно. Потихоньку, знаешь, малой кровью. Вообще-то нет, тут не малой кровью. Тут отдали еще и скачок и воспоминение от Дизель. Долфинс. До Лазаньи! Лазаньи падает пассивку или нет? Падает пассивку, скорее всего, добьют. Тут защищают своего лесника команда Долфинс, пытаются, по крайней мере, Браун танкует, погибает и Джоанни уже погибает, вот этот Браун. Лазаньи врывается вперед, погибает от Статна, практически никого не оглушил. Как буквально мушкетер со шпагой. Помнишь, как в том фильме, когда бежали они на своих там, на солдат, которые должны были в них стрелять и совершенно ничего не боялись, но тут, к сожалению, в лазаньи стрелять стали. В том, что он ничего не боялся, я не сомневаюсь. Дизель. 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 Работал на пробафанного миньона и осталось всего два Ориесу. Но, да, и больше у них в команде их нет. Power of Dream, так, ребята, спокойнее, я понимаю, Нанашор манит, он манит своим прекрасным торсом, лилового цвета, но брать его в такой игре просто самоубийство. Итак, что происходило в этом файте? Лазаньи встрял, спасая Петра Покера, потерял пассивку, и вот тут, по прикидаму, защищают его активно Dolphins, они убивают очень быстро картинок, который не смог выйти вовремя, и сегодня нажал скачок. Вот, но далее Лазаньи просто делает, ну, серьезно, что это такое, что это за камикадзе, мувы, от Ильи Мелькумова, он там не был, вообще-то, он может ни Азиру, ни Джинкс, как-либо его поддержать, он ворвался, умер, и ни за что, ни про что. На мой взгляд, Пауэр сыграл странно, он дал сначала разлом, промахнулся им, когда пятеро стояли рядом, он ни по кому не попал, потом только дал молчание, можно было и молчание, да, сначала. Так, искрение про нас по Трестессу, ну да, Браво погибает, искрение всего минус 102, либо на шорт, тут же на шорт, нет, да, нет, Ресу. Ну, Рес танковый, его так быстро, как Трестесса не заберут. Хотя, начинают по нему уже активно настреливать. в любом случае у него есть поезд, а у Трестесса его нет, что логично. Позиция в плане уезжая не самая удачная, там очень тяжело выбрать правильный угол. Слушай, по-моему, скорее всего. Слушай, ну пока да, пока спылось жару. Прям такой, знаешь, как бы, о нем мы мечтаем очень. Дрожок с мясом. В пирожке с мясом, который прям такой, только что из печки, дымится, мазанный сверху яичком, поэтому такая румяная корочка. Да. Вот такой, да, на докоре команда Каманча. Итак, Ресу бьет уже Вышко, и его пуш вместе с Бандером начинает делать свою грязную беспощадное дело. Есть баннер, опять же, в количестве двух штук и у команды справа, у команды Донфин. вот Баффин сейчас его пауэр, но Ресу здесь даст дезинтегратор, скорее всего, а может даже и не даст. Все, внимание, дезинтегратор! Он срабатывает. Но остается последний, Юрий, самый ценный заряд дезинтегратора. Дезинтегратор. Который почему-то нашим ракомил цель. Дематурлайзер. Да. По-английски. Потому что слова «де материализовать» в русском языке нет. Мое слово дезинтегрировать. Так, Лазанья встревает. Хук опять же мимо. Уже есть скачок у Лазанни, но все еще нет у него пассивной способности. Поэтому, учить что, он тут же просто погибнет без капель и без попытки возродиться заново. Как думаешь, сколько здоровья у Си-Жуанни сейчас? Думаю, что 3... Есть 3000? Да, Гарантированно. 300 скорее всего. Потому что есть «Рябый кристалл». Ну как, 374. Буквально ты ошибся совсем на чуть-чуть. Я стараюсь, Юрий. Я стараюсь. Нет, если бы ты сказал 3074, то я подумал, что подсмотрел. Что тебе твои игрочи нашептали? Ох, мои игрочи умеют и практикуют знания Лиги Легенд. Я их дрессирую очень активно. 300С ставит татем. Хороший. Да, но, опять же, могут давить в плане позиции вражора, конечно, для Дерфина, но у них нет пуша по боту, нет пуша по миду. Ну, может быть, появиться. Хук по чоготу. Так, так, так. Опять разлом мимо, без молчания. Сион пролетает по чоготу и проблемы большие у Павла Дрымса. Инициация ответная от Лазаньи. Притягивает он своей команде тут трэша. Это всего лишь саппорт. Бревая буря. Размен 2-0 сейчас есть. Инициация пока еще все настреливает. У него есть. Вбивает скачок шикарно. Ресуш. Это здорово было, но я бы отметил Лазаньи, который правильно влетел, оглушил здесь пирожка, выбил за него скачок. И вот они шотколинг Лазаньи на шоры команды Долфинс. Не думая ни о чем, Ресу тут как тут у него скачок. Слушай, ну это сейчас может быть для Лазаньи очень критическая трака. Все зависит от того, как разыграет команда Камачи, потому что у Ресу есть еще половина здоровья. Я им Джон готов здесь раскидываться. Лазанья. Пирожок погибает. И погибает еще и Райз здесь. Но вот это было очень неудачно со стороны как раз-таки Камачи, потому что Долфинс потеряли три стеса, несмотря на это вчетвером они имеют достаточное количество здоровья. Лазаньи отошел-ка как бы за угол, чтобы не было видно и улетел. Ресу должен умирать здесь, но еще и после своей смерти будет набивать Лазанью. Пишет за задней. Это минус Лазаньи. Нет, это все-таки просто выбил он его в пассивку. Ресу не сможет его дальше добить. Самое главное, он отменил Нашора и ловит Лазаньи. Лазаньи пытается выйти, но у него уже нет ничего, чтобы это сделать. Сбивает ему шикарно Флэем Дизи прыжок. Ульта мимо была Картеза, но это не важно, потому что Нашор самый главный отменен и его у нас нет. Команда Долфинс. Я честно удивлюсь, если Каманчи сами пойдут на Шора, потому что до Лазаньи 32 секунды, а у Ресу через 17 секунд уже будет телепорт. Это правда, Юрий, такое может быть, но опять же, опять же, далеко пока находится Шая и Мертв все еще Айм Джон, но он тоже и свой телепорт. Поэтому ждут, Каманчи ждут, пытаются понять, что им сделать, какой вывод будет правильный, какое будет правильное решение. Почему-то Джон использует телепорт, хочет, видимо, для инициации. Так, использует у нас телепорт на мидлайн, чтобы еще его подпушить. Вот сзади есть тотем, сзади есть тотем для Ресу можно использовать. Но у него осталось секунд 20 жизни, если он сам пока бежит. Тут уже Лазаньи рисуется. А, Юрий, Лазань нас не услышит. Но Джон просто постоял 15 секунд на базе, а потом использовал телепорт на среднюю линию. Это было не очень верно, и Эко вряд ли бы поставил Лойс. Тут ты прав. Теперь я понимаю, что я сказал касаемо минии Эки. Ставят Амжона под микроскоп Юрия экспертизы. Каждая ошибка Амжона тут же получает оглашение и суровейший вердикт. Алексей. Юрий. Моя любимая фраза относительно того, что ты сказал, который я комментирую высказывания, такие как твоё только что, это жестко, но как есть, чтобы не врать. Жестко, но справедливо. Итак, то есть, Юрий, ты говоришь, что твоя критика, она очень часто объективная, и она показывает реальное положение вещей. Ну, это ошибка, это она и есть. Райс, Сион, шикарная ульта от Азира. Опять разлом перед молчанием, что я не одобрею. Пауэрл Дринк пытается жить, очень больно бьет Питер Покер, проблема у Ресу, он пытается выйти. Фишанин тучок, это он тоже тут как тут, под крылом у Азира, и поэтому он выживает, но возможно это Нашор, зная, что нужно бэкаться, Чога, то ему необходимо еще и ХП с Ватерегеней, тут же стоит уже, прилег, как бы пирожок, около Нашора, понимаю, что это главное. У Джона гораздо больше предметов, чем у Питера Покера, гораздо больше, и он должен свою танковитость использовать по праву, потому что мерки, потому что объятия Серафима, потому что маска пустоты, у Питера Покера нет даже третьего предмета. Глаза не прилетает, хватает пирожка, по сокусам здесь Шай, телепорт идет уже от Павро Дрима, хукает еще и Браума Дизи, проблему Ресу, он пытается выйти, тут проблема еще, что тут на самом деле погибает. Конфеликс качок пожал вперед и добил оппонента, именно Кортеса, Команчи. Бривая буря. Хорошо, здесь Дизи ловит. Ресу погибает, даблкил и Джон, но где же урона? Урона нет. Почему спалфлюкс, спалфлюкс не работает, пока что не ясно? Очень хорошая, такая, знаешь, приятно сумбурная драка от Лазани, он смог найти момент, чтобы зацепить и пирожка, потом уже пирожка, и Ресу джону себе Павро Дрим, ну а далее забирал при этом врагов уже и Коудфилинг. Это очень грамотный и правильный нашел для команды Офенс, который камбэк летит их во многом, ну, не полностью, но сильный в этот матч. Меня вообще эта игра не очень сильно радует, потому что я не понимаю, какая из этих команд сможет обыграть своего оппоненту Лигиgeon. Да, это пока вопрос, потому что одна команда играет очень слабо летит, другая команда не может закончить игру, которая уже выиграна. Лайт или Орли? Одна команда не может выиграть Орли, играя слабо Орли, другая не может закончить преимущество. А другая не может закончить. То есть просто, смотри, напустим, прошли каманчи, ну, они так сильно Орли не выиграют, а даже если выиграют, они потом не закончат. Играют Долфенс. Если они будут так слабо Их просто раздавят за 15 минут, и будет преимущество там 8000, а потом их будут просто давить под Т3 на 20-ый. Это правда, потому что таких глупых ошибок и тимфайтов, допустим, делал в этой игре Каманчи, ни ПГ, ни Вейвиктис, играя с командами чуть ниже уровня, чем Гамбит и Рокс, не допускают. Колфилинг хорошо сыграл в последнем драке, у него есть прекрасный фарм. Да, и при этом он смог камбэкнуться из очень непростой линии, потому что у него уже есть КСС, что помогает ему переживать инициации от Сиджуани. Да и вообще он приходит в стадию, типа, той самой рейд-босс Джинкс, которая убивает... Ну, не дай бог, сейчас там есть еще и телега. Видимо, ее нет. Видимо, ее нет. Да, ее нет. Следующая волна только не скоро еще придет, поэтому да. Но Длань Барона еще будет. Это правда. Поэтому вопрос в том, что можно было бы забрать еще и лыжки на поте, например. Изотегатора просто уже нет, вот в чем дело. И на топе, то есть, смотри, всего две лыжки у Dolphins. Это очень мало. Можно просто брать фриш на... Уже три. Теперь три. Вот на бочах одна упала. Да? Но... Все? Вот она идет. Дамы и господа! И бафает ее кто? Правильно ее бафает. Именно Чогат и Power of Rims. Бум. Два. Подбрасывание неплохое от Power. Три. Четыре. Лучше комментировано только сегодня, друзья. Пять. Шесть. Шесть. И все, собственно. Дальше. Так, летает Лазанья. Инициация шикарная от Дельфинов. Попадает. Риесу Риесу пытается выжить, но очень много урона уже. У Коудфилинга погибает Ингип и погибает Сион. АОЕ от Коудфилинга что же делает этот брянский стрелок? Он всех просто ваншотает. Джон нажимает на скачок, но... Это очень-очень плохие новости для команды. Команды Команча. Но это все? Это все, потому что еще одна Селега пришла. Ее баф, но уже три стез. И на этом, друзья, АОЕ пакет команды Команча. Ох! Ну, еще и конец. Шикарная комба от Питера Покера показывает, что, возможно, его и флеймят, его и критикуют, но его азир все еще очень даже актуален и очень даже силен. Да его никто не флеймит. Вопрос-то не в этом. Как бы, есть игроки в команде, а есть команды. Как бы не был Питер Покер силен, как бы не был Питер Покер готов, пока дельфины меня не впечатляют. И они должны гораздо более собранно играть в ранней стадии игры. Ну, потому что это никуда не годится. Погибает Топер два раза. Вот эта вся история, она очень шаткая. И я всем сердцем честно переживаю за команды из Лиги Президента. Потому что мне, как никому другому, хотелось бы, чтобы они давали бой все-таки. Давали бой. Ну, пока... Уже третий день подряд игровой. Лазаньевые команды играют крайне сумбурно. У них очень много ошибок. Эти ошибки очень низкого класса. Они неужели потрясающей игрой командчи. Это просто отдача инициативы, отдача убийств, отдача объектов. Это так. И командчи их берут, как бы просто берут. А Вейвиктис или ЕПГ будут их по окуту отхватывать просто и брать еще больше из-за этих ошибок. И вообще не давать камбэк потенциала. Это пока вопрос открытый, но за это боязнь. Сравнивая текущую картину игр, опять же, ЕПГ и Вейвиктис, такой грязь не делают в своих матчах. Они делают их с Гамбитом, например. Вообще команда из космоса, команда Лиги Президентов, мне кажется, по пониманию того, как необходимо разгрызть этапы, это просто откуда-то из галактики. Из космоса. Именно оттуда, Юрий. Друзья, Дельфины, несмотря на все наши недовольства, одерживают победу. Первое место. Это главное, это главное. Они идут со счетом. Делят его 6-1, как и за Ларжет Севери. Ну, и получается, они выходят вперед. Из-за той самой очень встречи, о которой ты сказал. Каманчи у нас имеют 4-3, проигрывая свой матч, но до сих пор оставаясь достаточно в комфортной позиции относительно попадания в плей-офф. И, скорее всего, туда все равно попадут. А вот Team Just Ice и Dragon Army Academy начинают сильно бороться за место в плей-офф. Асные Спортс немножко у нас позади. И очень сильно им нужно будет стараться, чтобы как-то за него зацепиться. Я думаю, что их шансы минимальные. Давай взглянем на матчи завтра, потому что, опять же, командам очень многим необходимо выигрывать. И играют у нас Астанги Спортс, The largest salary, не самый приятный оппонент, мягко говоря. А вот Team Just Ice после сегодняшнего матча могут и обыграть на офис. Ведь именно в ранней игре они съели очень-очень жестко. Ну и завершает матч Dragon Army Academy против Каманчия, где именно драконам предстоит пытаться обыграть своих оппонентов, чтобы закрепиться в зоне плей-офф, соперничая с Team Just Ice. Для меня матч дня это матч именно топ-2, потому что сегодня я увидел в игре... Номер 2. Ну, да, матч номер 2, да. Именно в игре Team Just Ice очень хороший потенциал добить в ранней игре, и они делали все очень грамотно. Поэтому посмотрим, конечно же, опять же. Но Dolphins, если не сделают какую-то колоссальную работу над ошибками, они могут и проиграть. Опять же, у них уже есть один луз от Asen Esports, можно еще две команды со дна, пока таблицы отдать очки. Посмотрим, как закончится регулярный сезон, пока еще только четвертая неделя, а также потом будем наблюдать за плей-оффами и следить уже более детально и конкретно, как проходит плей-офф, как каждая из команд готова именно к данной стадии игры. Ну что же, сегодня с вами были в эфире все три матча Flash & Tonight и Genesis. И завтра в то же время мы ждем вас на продолжении Лиги Претендентов. Играйте в Лигу Легенд, берегите себя и увидимся. Всем пока.